вот мы друзья видим как сейчас начнут собирать мебелишку вот уже тут началось здесь мы видим пол его сейчас помоют застелит новой бумажкой вот тут чтобы чистенько было свет зачем бумажку чтобы под пол чтобы не мусорить да или что я думаю что это уже подготовка идет под паркет видите как на мусоре на вот так на мусоре на сверху на той бумаге да после покраски и всех дел под бумагой здесь вот почище там где бетон наш паркет идет вот эта бумага потому что пол подогревания никакой же толстенькой такой посладочки не хочешь бумага так и останется там да а зачем бумага должна остаться эта бумага которая не дает запах подогревания руки и ну хорошо у нас еще там вы видите во дворе что-то такое происходит давайте посмотрим что происходит во дворе вот может быть вы слышите как птичка поет но вот даже не знаю какая но вот молодой человек там с водичкой и там ямка это та ямка в которой рос куст большой дали дерево это было дерево ну не небольшой на такое место много занимал дав в общем после некоторых колебаний дерево решили спилить света за за что его спилили было симпатично очень мало стоял в неправильном месте может быть мы даже такого типа и посадим но она была неправильным месте потому что она блокировала территорию она прямо в том месте где не видно что происходит сейчас мы его убрали хотя бы видно нам же нужно всю эту землю землю выравнивать надо совершенно очевидно что вот здесь земли много вот здесь вот тут земли много а дальше земли мало вот там где куст был и тут какой-то выравнивание должно произойти бугор вот вот этот под уровень нижней ступеньки вот даже бетонного вот сюда мы сделаем две террасы самый дальний угол будет самый высокий 2 террасы и тел здесь будет ровно и низко все но ты мне это мне нравится вот тоже там вдоль заборчика тоже уйдет каменюки это это мусор так ну что же кто из них был нашим апельсином апельсин правый почему соседа так много ягод висит смысле плодов а у ухаживаю за дерево можно помоложе у нас и дерево очень старые думаешь на земле 49 года посадки ой господи а вот этот вот куст который слева это у нас тут росло огромное большое дерево вот вот этот да и когда мы начали строительство но болела очень сильно и мы его снесли мы сначала вот тут было дерево вот тут что там понятно стало что она больно очень послушай так это просто корни его проросла да так было три таких вот постепенных по мере того как мы ведем строительство разрастаются оставшиеся корни без воды без ничего вот так вот она до чего природа живущая даже человек не может ее угрохать по-настоящему ну ладно мне очень это дерево нравится единственно что нам нужно там делать высший уровень поэтому ничего не поделать придется его убирать когда у нас вообще начнутся вот эти передвижки земли вот я по времени мы договорились что он должен дать примерную стоимость контрактор да он хочет провести целый день здесь когда вот будет убран весь мусор и мы на земле поставим колышки как мы хотим что это все стояло и он на это потратит целый рабочий день поэтому он хочет с техникой нет это я думаю что это будет пока без техники ну не вручную же нет колышки колышки то есть разметку сделать но мы потратим какое-то время его время стоит денег поэтому он должен дать вам стоимость этого мероприятия и мы разметим чтобы уже точно он переехал бульдозером там или экскаватором скамеечку и сделано да и точно уже что-то делал по разметке же потом не было каких-то это быстро произойдет или как когда скоро но сейчас должны убрать мусор шаг 1 это убрать весь мусор чтобы было мусор мусора земли подойдет чтобы убрать мусор наверное они должны закончить и коробки все эти куда-то дети которые там с из-под шкафчиков убирать мусор я уж не знаю там как но вот здесь дело в том что здесь разный мусор коробки убирается в одно место например камни вот эти бетонные чушки они увозятся в другое место а то что вот еще дома будут снаружи красить они тоже могут чем-то напачкать там смысле намусорить я не знаю наверное наверное вот это все должно закрашивать да попачкали вот видите попачкали стену существующего дома окна попачкали ну в общем да это все подлежит чистки от них свой микроволновка не собой приносит работники все приносят свою микроволновку и вот включают розеточка да и со своей едой так же вот скамеечку они себе сделают раньше конечно и тенечек был под этим деревом получается что учащему рабочего класса отняли тенечек назад они здесь могут и здесь тенечек туда мы стоим в тенечке ну что же хорошо ждем дальнейших движений во-первых открылась перспектива какая красивая я согласен стало лучше видно еще хочу тебе сказать что строительство вот этой пристройки нас дома стало заметно проходить вот у тебя кипарисы с чем в памяти как-то ассоциируется я тебе скажу так что вот сами по себе кипарисы я не люблю так потому что они у них и крысы заводятся и поскольку там вот ничего не видно стало там может всякое всячино жить так я их не люблю и поэтому я бы себе конечно не очень хотела их иметь ну да уж коль скоро они у соседа стоят и они такие уже большие красивые уже дай ему бог здоровья да и вот в киеве же не расти кипарисы правда у меня поскольку все мое детство прошло в крыму лет летом в лагерях пионерских то вот для меня кипарис это как бы крымская такое из детства вот дело в том что кипарис на ощупь очень неприятно он такой жесткий да не надо руками его нет я говорю тебе почему он мне не нравится но я люблю все такое наш нежная мягкая не моем стиле но издалека смотри как очень очень красиво что-то средиземноморская даже в этом ушло вот это дерево и обнаружил что него два слойки парис у нас не было вид 2 уровня и вот там растет какой-то дерево желтеньким сверху нам его раньше видно не было из-за нашего похоже на укроп издалека но нет но получился очень красивые виды и в общем это все-таки пристройка нам существенно обогащая вот это дерево пока похоже на куст укропа издалека силы и там вот растет дерево между прочим плакучие вот завтра мариан кипарисов растет плакучие дерево я сейчас не помню название этих деревьев они характерны тем что у них корневая система когда дерево начинает расти только мощное что она поднимается что можно поднять неподалеку эти деревья возле дома сажать нельзя когда на таком большом расстоянии то нам красота а вот за чужого можно ну что же друзья мы ждем следующей серии а пока заканчиваем